Добрый день, дорогие друзья! Шавуатов! Мы начинаем нашу новую недельную главу, которая называется Балак. Мы стоим в степях Мава, у Иордана напротив Ирихона. Мы победили эмарайских царей, и теперь ситуация становится еще жестче. Теперь наши родственники восстают против нас. Балак, кто он? Он царь Мава, он медьянитянин. Дело в том, что у Мави были цари Медьяна. Кто такой Медьян? Сын Аврагама. Он родной брат Ицхака. Вот такой сильный народ. Кто такой Белям, которого он нанимает? Это никто иной, как Белосын Беора, первый царь Ильсава. То есть получается Эйсав. Он нам не чужой. Он сын Ицхака. И Плот, представляющий себе Мав, это племянник Аврагама. То есть ситуация невероятная. Очень сильная получается битва. И они объединились и хотят нас уничтожить. Силой не удалось. Потоки Армона сработали. Всевышний их уничтожил. Мавитян с Эмареями. Ничего сделать не могут. Хотя Всевышний сынам Израиля запретил прикасаться к Маву. Мы не можем напасть на Исава. Мы не можем, мы ни на кого не нападаем. Мы просто выполняем, что говорит Всевышний. Нет, написано, опостылила жизнь. Маву из-за сынов Израиля. И он посылает за Белямом сам Балак. Он был колдуном. Он взял птицу железную. Вставлял в него язык живой птицы. Что-то он колдовал, эта птица оживала. В общем, какие-то чудеса он делал. Но проклясть это не так просто. Белям был в этом деле очень сведущ. Он мог проклясть. Он знал какие-то заклинания. Он знал какие-то вещи. И он проклинал. Из-за этого брал деньги. Зарабатывал на этом. Но он понимает, с кем он имеет дело. Он понимает, что нет, все так просто. Берет Балак и посылает к Беляму людей. Князей взял. Послал к нему князей. Медьяна, князею Моава. Эти люди пришли. А Беляма говорит. Я ничего делать без веления Всевышнего не буду. Вы останьте здесь у меня эту ночь. И я узнаю, что мне скажет Всевышний. И написано, остались старейшины Моава у Балака. Получается, старейшины Медьяна в это не поверили, они ушли. Ночью он говорит. Вот. Меня попросил. Царь. Моава. Балак. Чтобы я проклял народ, который вышел из Египта. Всевышний говорит. Не ходи с ним. И не проклинай народа этого. Ибо он благословен. Наутро он это сказал старейшина Моава. И сказал. С вами я идти не могу. Мне Всевышний запретил. Старейшина Моава вернулись к Балаку. Рассказали ему обо всем. Он решил, что недостаточно большая делегация. Недостаточно большие люди. Были отправлены к Беляму. Он берет князей могущественнее. Очень уважаемых самых. Отправил он к Беляму. Белям таки говорит, что я не могу ничего сделать без указания Всесильного. Оставайтесь и вы в эту ночь. Послушаю, что еще будет, говорит Бог. А он очень хочет пойти проклясть еврейский народ. Но он хочет, чтобы он это сделал. Но ему за это ничего не было. Он понимает, какой заработок может здесь заработать у Балака. Но боится. Не был простым человеком. Будем сидеть на пророком. Они остались в эту ночь. И он начинает разговаривать со Всесильным. Всесильный говорит, если пришли звать тебе эти люди. Говорит, иди. Только говори им то, что я тебе скажу говорить. Как это вообще можно понять? Всесильный, если вы представите, что он наш папа. То как ребенок обращается к отцу. Я хочу, по тебе отец запрещает. Потом он начинает просить, просить, просить. И отец говорит сыну, иди. Только делай так, я тебе скажу, вернешься. Допустим, и идешь гулять, вернешься на такое-то время раньше. В общем, вот то же самое он говорит, иди. Все. Бериам собирается. Берет свою ослицу. По утру собрался. И пошел. Он знал такие вещи, что другие не знали. Он знал, что если петух кричит утром и стоит на одной ноге, и гребень его бледнеет, то в эту секунду можно проклясть, и это проклятие срабатывает. И рассказано за одного из наших мудрецов. У него был враг, который его доканывал. И он хотел тоже таким методом с ним расправиться. И он взял петуха, привязал возле кровати и ждал, пока он закричит. С той одной ноги. Как только наступил этот момент утром, он заснул. И сказал ему его рау, говорит, нет. Мы не имеем права так поступать. Нам запрещено это делать, ты не можешь так поступать. Твоя задача учить Тору. Остальное делает сам всесильный. Если ты заслужишь хорошим поведением, хорошие Торы. Он углубился в Тору, потом он увидел, как его врага заковали в кандалы и повесили. Такое было случай тоже. И пользы с такими вещами нельзя. Мудрецы говорят, ну и что, петух часто становится на одной ноге и кричит, и гребень его бледнеет. Не, говорит, он должен так бледнеть, чтобы вообще никаких прожилок на гребне не было. Вот так, не видно было. Такое это проклятие, так оно работало у Беляма. Конечно, Всевышний говорит, нет колдовства против Якова, нет никакого гадания против Израиля, ничего нет. Он идет дальше, идет он не один, он идет с отроками. В общем, ослица Беляма, она увидела ангела, стоящего с мечом в руке, и она свернула. Беляма ударила ее палкой. Потом она идет дальше, опять она увидела ангела с мечом в руке, она прижала его ногу к забору, и он опять бил ослицу. Идет дальше, и ангел встал в узком месте, и ослица его увидела, ангел с обнаженным мечом, и легла под Белямом. И он бил ее опять, бьет ослицу, и ослица вдруг заговорила человеческим голосом, и говорит, ведь я ослица твоя, на которой ездил ты. Разве бывало такое, чтобы я тебя так подводила? Ведь раз, что он с ней еще как женщина обращался, до такой степени. В общем, он говорит, ты ее не подводила. И тогда всевышний открыл глаза Беляму, и он увидел ангела с обнаженным мечом, он испугался, и говорит, все, я возвращаюсь. А он говорит, нет. Он так хорошо напугался, говорит, что теперь думай, то, что ты говоришь, каждое слово, только что я тебе буду говорить, только так ты будешь говорить. Просто его привел ангел чувство, чтобы он не вздумал отклониться от слова всесильного ни вправо, ни влево. Мы видим здесь, какая защита у нас есть от всесильного. Завтра продолжим наше изучение Торы. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков Беннахум, моего дяди Бланьяр Бен Григорьев, моего брата Павел Бен Ефим, Хаем Малков Бат-Йосим, Мир Атамбаргам, Роза Бат-Михаэль, Самуил Бен Герш, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, за здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен Ицхак, Борис Бен Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Перм, Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен Софья, Двойр Раббат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат-Двойра, Иосиф Бен Раиса, Инесса Бат-Моэль, Евгений Бен Берта, Евгения Бат-Ита, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен Елена, Леор Бен Клара, Мазл Параса Жгула, Ирина Батури, Арон Ория Бен Ури, за здоровье Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат-Белла, за хороший дух Арон Ория Бен Двойра, Денис Бен Нахум, Абигал Бат-Сара, за Параса и Бриют Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Мария, за все хорошее, Олег Марченко, Всем всего самого наилучшего, дарите это видео другим, посылайте, до следующих встреч, надеюсь, это будет завтра в 15.30, шавуатов.